Утверждение демократии в Афинах Все больше обедневших жителей Афин становились недовольны своим положением. В Афинах обострилась борьба аристократов с простым народом, демосом. Люди требовали себе равных прав, освобождения от долгов и возвращения земельных наделов. Аристократы же не хотели отступать и делиться властью. Возвращать полученное за долги имущество они тоже не торопились. Социальное напряжение росло. Казалось, что вот-вот в Афинах начнется ожесточенная вооруженная борьба. Но всем было понятно, что такая борьба значительно ослабит Афины. Государственные мужи вынуждены были пересмотреть некоторые законы, чтобы не допустить вооруженной борьбы. Для решения спора афиняне обратились к наиболее уважаемому в Афинах человеку Салону. Салон был выходцем из знатной семьи, при этом сам не был богат. Он много путешествовал, был мудрым человеком, и самое главное, Салону доверяли все жители Афин, и знать, и Демос. В 594 году до нашей эры Салона избрали главным архонтом и поручили создать новые законы, которые позволили бы примирить аристократию и Демос. Салон исполнил пожелания афинян и провел серьезные реформы. Первое, что он сделал, разрешил долговой спор. Всем землетельцам Афин прощались долги и возвращались земельные наделы. Долговые камни были убраны с полей, а обедневшие крестьяне, попавшие в рабство, снова стали свободными. Более того, теперь запрещалось долговое рабство. Даже если у крестьянина не было денег на выплату долга, он оставался свободным. Рабами могли быть только привезенные из других стран люди. А афинян, которые были проданы за долги в рабство в другие страны, находили, выкупали и возвращали на родину. Еще одна реформа коснулась разделения людей на четыре разряда. Теперь люди отличались не по происхождению, а по доходам. Такую систему считали более справедливой. Крестьянин никогда не смог бы стать аристократом, но шанс разбогатеть и перейти в более высокий разряд оставался всегда. Чем больше был доход, тем к более высокому разряду относился человек. Тем больше у него было прав, но на него возлагались и большие обязанности. Но все граждане, независимо от доходов, должны были исполнять воинскую повинность с юношеского возраста до 60 лет. К первому разряду относились самые богатые граждане города. На них возлагалась дорогостоящая обязанность – содержать за свои деньги военные корабли. И только они могли избираться на высшие должности государственного управления. Ко второму разряду относились люди чуть с меньшим достатком. В их обязанности входила обязательная покупка дорогостоящего боевого коня. Такие люди служили в коннице. Третий разряд населения был самый многочисленный. Такие граждане приобретали снаряжение воина – гаплита. К четвертому разряду принадлежали люди, которые владели крохотными наделами земли, или которые совсем землей не владели. Их называли фетами. У таких людей не было денег на покупку вооружения. Потому они служили грибцами или в пехоте. Феты, в отличие от других категорий граждан, избавлялись от необходимости платить налоги. Единственное их право – это участие в народном собрании. Роль народного собрания при реформах салона существенно возросла. Теперь на собрании обсуждались важные проблемы и принимались законы, выбирались должностные лица полиса. Очень изменился афинский суд. Стать судьями могли не только аристократы, но и феты. Любой житель Афин мог присутствовать в судебном разбирательстве. Теперь суд вершил не один судья, а сразу несколько. Они бросали в специальный сосуд камешки. Черный, если считали обвиняемого виновным, и белый, если считали его невиновным. Решение принимали, сосчитав камешки в сосудах. Если белых было больше, то человека признавали невиновным. Реформы салона имели огромное значение для Афин. Он заложил основы демократии, власти народа, демоса. Такая система государственного управления позволяла любому гражданину участвовать в принятии решений, голосовать в народном собрании и высказывать свое мнение по поводу решений и законов. Кроме того, афиняне могли быть уверены в справедливом суде. Все граждане были равны перед законом, независимо от их дохода и происхождения.